Девушки отдыхают 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 Почему именно я? Рожа у тебя подходящая. А если не ты, то кто? Тот длинный? Неужели вы думаете, что мы... Это тебе надо думать. И запомни, чистуха заччется в суде. Все, старший ледяный, составляй протокол чистосередечного признания. Один из населения не сознался. Я не сознался. Все было по согласию. Товарищ капитан, посуда разбита. У одного морда поцарапано. И вот, ванной нашел. Это что? Это тоже по согласию? По согласию? Хватит, пиши протокол. Я не буду подписывать никакого протокола. Что? Я не буду подписывать никакого протокола. Старший лейтенант, вы слышали? Задержанный оказывает сопротивлением. Вижу, товарищ капитан. Готов написать рапорт. Ты слышал? Теперь подпишешь? Нет. А вы за это получите. Какое зло. Все равно получите за это. Ты какой свирепый. Все равно получите. Псих какой-то. Да это тот самый маньяк, которого мы целый год ловим. Глянь в окно, лейтенант. Зачем? Полнолуние. Эти психи при полной луне выходят на охоту. Ты читал ориентировку на маньяка, который жрет отрезанные женские груди? Читал. Вот он. Перед тобой. Он ест отрезанные груди сырыми, а кровь течет у него по подбородку. Глянь на его подбородок. Он весь в кровище. И что вы ей не отрезали? Не отрезали? Да! Только трахали. Да! Только трахали. Пиши протокол. Так, один уже сознался, дал показания. Протокол подписал. А ты? А че я? Сознаешься? В чем? В изнасиловании. Слышь, капитан, что-то я не понимаю, ты о чем говоришь? Зачем так, капитан? А как? Можно же договориться? Ха! Новые русские. Без договора нет разговора. Все покупается, все продается. Надежда и опора новой России. Да? Почему бы и нет? Так, этот у них главарь, организатор и главная сексуальная сила. Пиши, старшой. Я ни в чем сознаваться не буду. Я тебе такое устрою, сучонок. Ты не то, что в этом сознаешься. Убийство принцессы Дианы на себя возьмешь. Понял? Я ничего не подпишу. Не подпишешь? Неа! И не надо. Степанов! Я! Ко мне! Этого прямо в изолятор. Есть. В камеру к уголовникам на сутки и рассказать им, что эта мразь сделала с ребенком. Знаешь, что там делают с такими, кто попадается на изнасиловании? Сначала придушивают полотенцем, чтобы не сопротивлялся, чтобы тело приобрело нужную мягкость и женственность. Потом задница у тебя прямо, скажем, бабья для уголовничков просто подарок. А наутро передадут другую камеру, выменяют на пару бутылок водки. Че, ты серьезно? И главное по закону, и по справедливости. Пойду, посмотрю, как там твой дружок мучается на крючке у правосудия. Встать! Товарищ капитан! Товарищ капитан! Слушаю. Так что нельзя, надо разобраться. А, ты решил заговорить? Ага. Хорошо. Сейчас запишем твои показания, сверим с показаниями остальных членов банды. Да какой банды, блин? Собрались пацаны и выпили немного... Девочку насиловали! Понимаете? Я задал вопрос, а ты, мразь поганая, сучий потрох, обязан на него отвечать, или через полчаса будешь в камере. Я не отказываю! Я задал вопрос, было? Ну, было. Все трое? Да. Кто первый? Понимаете? Повторяю вопрос, кто первый? Ну, пацаны сказали, иди ты. И ты пошел. Прислось. Эх, бедный, как же ты страдал! Точно главарь, за паровоза пойдет. Сколько ты весишь? Чего? Повторяю, для особо одаренных, твой вес в килограммах. Килограмм сто? Ясно, центнер. Представляешь, что ел на ребенке этот вонючий центнер с яйцами. Она, между прочим, была уже... Вот паскуда, это ты про Катю. Она на моих глазах выросла. Там простынь вся в крови. Я ее маленькую на руках нянчил. Это чья кровь? Ее? Я не гинеколог, капитан. Ты им станешь. Я тебе обещаю. Петух бройлерный. Пишите слуху. Понимаете, это какое-то странное стечение обстоятельств. Здравствуйте. Студент. Студент. Что изучаем? Изучаем структурную лингвистику. Екало мана. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Так точно, товарищ капитан. Что смотрим? Да всякое смотрим. Жеребец. Эта кассета не моя. Сексоповал. Интеллигенция. Элита. Сидеть прилично. В каком смысле? Сидеть прилично! Мне кажется, что... Что тебе кажется? Мне кажется, что... Товарищ капитан, сначала нужно разобраться. Дело в том, что... Дело в том, что твои сраные подельники уже дали показания. Уже подписали протоколы. Из них следует, что главный преступник ты. Ты, пидор позорный. Ты заволок девчонку в квартиру. И ты все это задел. Почему я... Товарищ капитан. Ох. Ох, вы за это ответите. Конечно, отвечу. Я тебе письмо напишу. Ну, что у вас здесь произошло? Круповое изнасилование. Задержали банду. Сколько их? Трое. Кто такие? Хозяин квартиры Борис Чуханов. Бизнесмен. Палатки на рынке держит. Участковый Подберезкин. Второй Игорь Зворыгин. Студент. И третий Вадим Пашутин. Познакомимся. Пашутин Николай Петрович. Капитан Кашаев. Знакомы мы с вами, Николай Петрович? Вы меня в прошлом году в управление вызывали. Песочили за низкую раскрываемость. Ну и что, осознались они? Так точно. Составлены протоколы, задержанные подписали. Быстро работаете. Учли критику. А вы-то как узнали? Догадались? Да нет, соседи позвонили. Они знают моего кретина. Вы здесь столько шума наделали. Пьяные, наглые, хамили, угрожали, деньги предлагали. Абсолютно уверены в своей безнаказанности. Дерзите, дерзите, капитан, да ладно. Что намерены делать? Доставим в отделение по территориальности. Ну, если я вас попрошу доставить их в управление? Дадите команду, повезу в управление. А если я вас просто попрошу, это от вас зависит, капитан? У вас есть дети? Да. Двое. Девочки, 8 лет и 15. Товарищ капитан, виноват. Выяснилось еще одно обстоятельство. Какое? У них здесь каждую среду происходит нечто подобное. Что значит нечто подобное? Вы что хотите сказать, что каждую среду они кого-то насилуют? В той или иной степени. Говорите яснее. Задержанный Пашутин сознался. Соседи подтверждают. Среда у них был женский день. То есть мужики собираются, устраивают банный день. А у этой троицы был женский день. День сексуальных утех. Показания получены? Так точно. Поэты. Все в порядке, товарищ капитан. Встать! Ну что, сынок, повеселился? Получил удовольствие? Да это вешалка. Это Катя вешалка? Вообще-то, избивать задержанных, товарищ полковник, не положено даже в воспитательных целях. Потом синяки, жалобы, проблемы. Отдай мне его, капитан. Сильнее не накажешь. Берите. Ну-ка, давай. Дайте мне письменное указание. Какое указание? Я такой-то забираю насильника Вадима Пашутина для содержания под домашним арестом. Число, подпись. Ты не прав. Ты не прав, капитан. А вы правы? И я постараюсь тебе это доказать. Постараюсь. Куда мы их везем? Только не домой, умоляю. Он меня убьет. Если бы я был в этом уверен, я бы тебя лично отвел к родителю. Так куда? В отделение. В камеру. Капитан, может, все-таки в управление? Да? И через полчаса он их вытащит оттуда? В камеру. Капитан, может, все-таки в твенняе с видимом. Капитан, ребята.